Девушки отдыхают Несколько лет назад в Новом мире было опубликовано фантастическое повествование Михаила Кураева «Капитан Дикштейн» о судьбе кроншавского мятежника. И вот сейчас в издательстве «Слово» вышел его новый роман «Зеркало Монтачки» о судьбе народа, обреченного на призрачное существование. Вообще, пересказывать Кураева просто невозможно. Его нужно и полезно читать, что я вам и рекомендую. Прежде всего, хотелось бы обрадовать вас новыми произведениями наших современников и соотечественников. Раньше такая литература была основой чтения, но сейчас это довольно редкое явление на книжных прилавках и лотках. Пушкин В 1833 году. Вот, знаете, читаешь эту книгу, и она поразительно многоголосая. Вот тут всё пушкинское есть, и блеск и шум и говор баллов, и с другой стороны письмо из Болдина от старосты, что яровой хлеб очень худ. И вот эта, так сказать, огромная страна перед нами разворачивается. И Пушкин на этом фоне. Какой горький год, и какой для нас богатый год. И какое счастье, что эта книжка вышла, и мы увидели вот этот год крупным планом во всех его деталях, во всем его драматизме. Удивительно. Я считаю, что это большая удача и самой Абрамович, и, конечно, издательство «Слово». Продолжая знакомство с книгами издательства «Слово», нельзя не сказать о детской инцидемидической серии. Напечатанные на западной полиграфической базе, конечно, они привлекают внимание прежде всего своим видом, сочными красками, отличной бумагой, но главное их достоинство – содержание. И вот скоро появятся на прилавках магазинов книги серии «Что внутри?». Внутри человека, растения, самолета, автомобили и тому подобное. Вот этот том рассказывает в доступной форме об анатомии человека. А вот эти книги только что доставлены из итальянской типографии, они еще пахнут красками. Это детская краткая энциклопедия четыре тома. Природа, наука, география, история. И в каждой книге даются ответы на очень сложные, неординарные детские вопросы. И, наконец, серия «Переломные моменты истории» о выдающихся личностях, изменивших мир, об ученых и гениальных открытиях, о полководцах и их походах, о государственных деятелях и их деяниях. Книги эти рассказывают о событиях, в которые были вовлечены десятки миллионов людей, и о том, что, в конце концов, предопределило наше сегодняшнее время. Каждая из этих книг снабжена списком дополнительной литературы, которая поможет любознательным читателям углубить свои знания в той или иной области. Теперь рубрика «Дамское чтение». Имя Нэнси Митфорд, отличной английской писательницы, как называл ее Корней Иван Чуковский, известно во всем мире. И вот, благодаря издательству слова, мы теперь тоже можем на русском языке прочитать два ее произведения. Это роман «Счастьица», в основном автопиографической, о любви, о прекрасной любви, и биографию известной фаворитки Людовика XV, «Мадам Помпадур». Редактор субтитров А.Семкин